Охноположники пиетизма Это Филипп Яков Шпеннер Это такое имя длинное, но коротко можно назвать его Шпеннер Немец Значит, его собственное убеждение Все эти молитвенные группы начались не в Германии Они молитвенное общение в Голландии Но там сложились убеждения Шпеннера Шпеннер уже как выразил их, обобщил их Начинается все это движение пиетизма с его работы Его работа Яков Филипп Шпеннер Пускай просто Шпеннер Значит так Называется его работа, которую он уже обобщил как-то Опыт молитвных групп Благочестивые пожелания Благочестивые пиетические Ясно, да? Потому что поэты благочестия Благочестивые пожелания Это 1675 год Значит, не надо думать, что группы библейские молитвенные начались в этом году Они начались раньше, начались не в Германии, а в Голландии Но начало пиетизма считается, когда вышли эти благочестивые пожелания Так, значит, шесть этих Исследование Писаний Всеобщее священство, потому что оно потерялось Второе всеобщее священство Да, второе Третье – любовь между членами Братская любовь между членами Четвёртая – любовь ко всем людям Проповедь не теоретическая, а проповедь назидательная И последнее – практическое богословие Пятая штука Назидательная проповедь Это практическое богословие Вот это вот и пятое, и шестое, да и четвёртое, да и третье Все они повёрнуты на практическую жизнь христианина На практическую жизнь церкви Да, и последнее – практическое богословие И многие церкви стали осуществлять эти пожелания Ну а дальше начинается у нас фантастика Значит, Франке Его имя тоже Август Герман Франке Мы назовём только Франке Прочитав эти благочестивые пожелания Он решил осуществлять Это в практической жизни своей Он обратился Значит, где-то 10 лет спустя После опубликования проповеди В городе Халле И этот город, где он обратился Станет центром пиетизма Халле или Галле 2Л Вот И этот Франке, видимо, четвертосостоятельный Он создал там школу для бедных В этом же районе Открыл больницы И сиротские дома И, наконец, университет Он создал цепочку для образования детей Сначала детский дом Потом Школьное образование А потом Университетское образование Это он такую цепочку создал В качестве преподавателей Он приглашал только живых христиан Возрожденных Понимаете ли? В то время нехристиан не было Ведь это же было общество Которое вышло из Средневековья Средние века неверующих просто не было И из этого университета Пойдут первые ростки Миссионерского движения А именно Граф Сенцендорф окончит этот университет То есть это такую популярность Будет иметь университет Такой высокий статус Что там такие преподаватели Намечательные Что вот граф Он окончит этот факультет Этот университет Ну и От Сенцендорфа Мы продолжим эту линию Франк и организовал Также издательство Он выпускал Библии Сборники гимнов Пиетическую литературу Пиетизм образовал многие живые церкви Где практиковалась Братская помощь страждущим Святой жизни И проповедь чистоты сердца Вы понимаете, что живая церковь Реальная братская помощь тем, кто страдает Святой жизни И проповедь чистоты сердца В этом издательстве вышла знаменитая книга Арнта Истинное христианство Там были напечатаны Пятьдесят Тридцать трудов Якова Беме Беме Сапожник по профессии Но имеющий многие откровения Который графиня Беме Не тот сапожник Который графиня Нет Дома не знаем Целью этих книг Было отвлечь богословие От сборных вопросов И привлечь христиан К живой вере Мои дорогие Нельзя проводить жизнь В решении вопроса Можно потерять веру Нельзя потерять веру Тут можно убить друг друга Ничего не доказать Поэтому оставить Надо практически Это получается уже как сколасты Нужно обратиться к реальному христианству К живому христианству Что и делали эти церкви Вы понимаете ли Что это такая реакция была Что оставить все эти споры Спорные вопросы В свое время они там как-то решатся Займемся тем Что абсолютно ясно Надо любить Бога И любить ближнего И надо заботиться Вот эту братскую любовь С эти бессмертные книги В христианстве Вот эти вот Живые Значит Книга о христианстве Называется Истинное христианство Арнбета И потом Беме Он много книг написал Содержание это Покаяние Смерть ветхого человека Воскресение нового человека Сочетание веры С любовью К Богу и к людям Простые вещи Вот с этого начинается Христианство Восстановление христианства Оживление христианства И пиетизм оказал Огромнейшее влияние Я назову вам два имени Это Йоганн Себастьян Бах И Георг Фридрик Гендель Бах и Гендель Это два композитора Испытали огромное влияние Пиетизма Ну вот пришлось меня слышать Довело слышать Генделя Мессия Это хор там Больше сотни людей Это солисты дивные И вся жизнь Креста значит Они поют И Карамзин Который Слушал Генделя Он так и прозвался Мессия Какая величественная Гармония Какие трогательные Арии Гремящие хоры Быстрые перемены Чувств Я слыхал музыку Но не бывал ничем Столько растроган Как Генделевым Мессией И печально И радостно И великолепно И чувствительно Один историк С печалью сказал Мы создали Не очень хорошую историю Но в ней есть то Что создает Бог Вот это движение Пиетизма Это от Бога И целый ряд признаков Есть Умирающей церкви Слушайте Внимательно Есть признаки Что такое церковь Которая умирает Это в ней делает Ударение На правильную веру На формальные структуры И утрату И утрата Экспериментальной веры Переживания Формальные структуры Это когда в церкви Все есть Есть работа с детьми Есть работа Там со взрослыми Есть работа с семейными Есть работа Это все может быть Формальная структура есть А любви нет И утрата Экспериментальной веры Вера должна быть Экспериментальной Ощущаемой Живой Реальной И которые Когда человек живет Обетованиями Бога Верит в них И они исполняются И он И Бог держит свое слово И Бог И человек держит Все эти обетования И это все реально Экспериментальная вера Понятно это слово вам? А? Игорь Понятно слово? Экспериментальная вера Живая вера Бог сказал Ты это веришь И она получается Ты молишься Ты получаешь ответ Ты просишь И Бог слышит тебя Ты каешься И Бог прощает тебя И он обещал Что никогда не оставит И ты веришь в это И ты не бываешь разочарован В самом деле не оставляет Понимаете как? Это экспериментальная вера Это не теория Практика И вот восстановление церкви Начинается С восстановления Вот этой Реальной Практической Христианской жизни А смерть церкви Когда уходит Жизнь где-то И структуры есть И здания есть И музыка есть И там А Холод Я была Очень удивлена Как Лютеране Могли так остыть Лютеране Которые Спасение По вере Вызывало Восторг Такой У Лютера И последователей Его Что мы спасены По любви Божией По милости Его По благодати Его Так вот Они понимаете Они ухитрились Они продолжали Говорить эти слова В которые Они не вкладывали Реальные Экспериментальные Веры То есть Это вошло В утверждение Догматическое утверждение Спасение По вере Понимаете Меня Что это может Стать Просто утверждение Теории Такой Нам не безразлично Современная церковь И у нас Есть Что ей Предложить Весь Ресурс На сайте tvseminary.com Ищите нас В поисковых системах По запросу tvseminary Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok